Собак и кошек Мы узнаем в нашем специальном расследовании Детектив Валерий Сугробов Разыскивает животных уже 15 лет Помогают опыт работы оперуполномоченным Плюс ежедневная практика Первое, что советуют сделать хозяевам Это развесить объявление Чем собакой меньше, чем она пользуется Больше спросом, чем она моднее Зависит от моды Тем она доходит, конечно, сложнее Потому что любой ее возьмет и не отдаст В районе пропажи необходимо разместить особые приманки Вещь хозяина, например, кусок рубахи Или носок Нужно привязать к дереву на уровне роста животного От дерева на дорогу можно вылить Какой-нибудь ароматный бульон Есть вероятность, что пробегая по этой улице Животное учует вкусный запах Подойдет к вещи хозяина И останется его ждать У нас будет случай, когда она просто ложилась И ждала, когда хозяин придет и ее заверет Впрочем, приманка работает только если Собака или кошка потерялись Они были украдены В 90-е годы воровали просто породистых животных Их перекрашивали и перепродавали Сегодня на заказ крадут в основном титулованных Барби из Екатеринбурга оказалась в их числе Она упирается, но она добрая собачка Она дернулась Ну что парень с такой силой Вот прямо дернул ее к себе Конечно, и все Елена Шестакова свою любимницу искала 4 дня Во время прогулки любопытная Барби забежала в магазин На камере наблюдения видно, как один из покупателей Уводит бесхозную собаку Так с объявлением о пропаже появились фото предполагаемого вора Молодой человек, хороший, добрый, умный Прояви благоразумие, верни мне мою собачку Мою маленькую девочку После сюжета на местном телевидении Похититель решил вернуть собаку Встретиться согласился только в 2 часа ночи Не показывая лица На камерах наблюдения все выглядело иначе Но в лукавстве мужчину довольная хозяйка обвинять не стала Тем временем детектив Валерий Сугробов уверен Враг обладателей титулованных животных не воры, а длинный язык Пошел здесь ума не надо, подошел к хозяину И любящий хозяйца собаку все про нее расскажет Потому что он ее любит, но ею хвастается Вот это конечно идет ему во вред и на пользу жуликам Кражи выставочных собак и кошек сегодня поставлены на поток Интересно оцелен не на новые награды А на возможность получить дорогое потомство Ради этого воры готовы даже перебить у питомца клеймо Но обладателям обычных собак и кошек специалисты советуют сразу бить тревогу Чаще всего любимцы находятся либо в первые часы, либо в первые дни В редких случаях питомцы возвращаются через несколько месяцев Вот если бы таких людей, как Валерий Сугробов, было бы побольше Родион Газманов никогда бы не спел свою песенку про собаку Люси Это было бы к лучшему А у нас в студии Анна Древцова, хозяйка 4 собак А к нам в гости она пришла лишь с двумя из них Счастливая благородница двух микропинчеров Это считаются какие-то очень экзотические и очень дорогие породы Нет, это порода спортивная, порода компаньон, но не очень пока распространенная у нас Спортивная, то есть на них можно и в упряжку? Нет, для них существуют свои виды спорта Например? Например, аджилити Аджилити, что это такое красивое слово? Аджилити знаю, аджилити нет Аджилити это преодоление препятствий на время Скажите, пожалуйста, во всяком случае эти замечательные создания, они хотя бы похожи на собак, потому что есть же еще более маленькие декорации А у вас они, кстати, есть, да, по-моему? Да, у нас есть чихуа Это очень маленькая собачка Да, это у них вес максимальный до 3 килограмм Ну, совсем крупно По чем удовольствие для любителей аджилити? Я вот... Такой щенок такой породы стоит от 20 до 40 тысяч примерно Рублей? Да, рублей А вот чихуа стоимость щенков доходит до 150 тысяч рублей Скажите, а вы не боитесь их потерять? Они у вас чипированные, микрочипированные, клеймированные Обязательно Как это все происходит? Значит, если вдруг собака потеряется, обязательно должно быть что-то на ней, чтобы можно было ее идентифицировать Это клеймо, микрочип Прекрасный ошейник со стразами и адресом Видите, обязательно адресник на ошейнике Сейчас чипирование у нас уже становится обязательно Обязательно? Обживление в кожу, под кожу, да? Да, это совершенно безболезненный укол Там с рисовое зернышко, примерно микрочип Который считывается специальным сканером в любой ветлечебнице И заносится в специальную, в общую базу международную То есть, если собака найдена человеком, которому не хочется ее оставить себе Понятно А бывает такое, да, что на входе и себе оставляет? Бывает, бывает Как сказать, 40 штук на дороге не валяются А так сами пришли А вы знаете, просто считают, что многие, что если собака потерялась, что это недосмотр владельца Владельца может быть неплохо обращается и решает, что ее нужно приутить Вот И не всегда готовы вернуть ее владельцу Особенно это касается как раз вот маленьких собак Я бы точно не вернулся Скажите, пожалуйста, Аня, я вот, честно говоря, я кошатник Вы знаете, что между нами всегда возникали какие-то... Ну, пропасть, это мягко сказано Мы живем на разных планетах, но тем не менее А говорят, что собаки, найденные на улице, в маленьком возрасте, они куда умнее... Дворняги, условно говоря, да? Они умнее, они благодарнее, в конце концов И вообще еще 40 тысяч можно и сэкономить И еще хорошее дело сделаем, если спасем какую-то собачью жизнь Я, конечно, за то, чтобы спасать и дворняк с улицы, и есть люди, которые их держат Но я почему люблю породных собак, потому что когда я выбираю какую-то породу Я заранее знаю размер, я заранее знаю характер, поведение этого животного А если как бы вникнуть в это полностью, то вы покупаете совершенно то, что хотите купить Но это вас не страхует, потому что собака может быть писючей, какучей, извините меня, с плохим характером Может куснуть вашего маленького ребенка Нет, ну почему, если вы серьезно к этому подходите, вы же узнаете, какие родители Вы узнаете, что стоит Любой заводчик вам, ну, добропорядочный заводчик расскажет, что стоит за этой собакой Почему, в общем-то, стоимость щенков возрастает, да, высокая Именно из-за того, что заводчик дает гарантию того, что собака будет адекватна Ваша собака будет соответствовать тем параметрам породы И последний короткий вопрос, страхуют наших вот таких дорогих собак в России? Или еще пока это такая практика нераспространенная? Нет, есть страховые компании, которые страхуют, но методика еще не отработана, поэтому... Ну, потому что это дорогое удовольствие Да, очень, очень сложно Это машина Господи, это мои старые жигули, естественно Спасибо, что пришли Обязательно ждем вас еще раз в этой студии Наши собачьи темы огромные А потом еще на кошечек перейдем После рекламы расскажем, кому перелом руки грозит слабоумием И как при помощи авокадо и лимона сэкономить на салоне красоты Вернемся быстро, будет интересно Александр Абдулов Сложно жить с человеком, которого любит и знает вся страна Народный артист, каким его знала Он сидел и, конечно, у него так вот слезы просто ручьями цикли Любила Верила в то, что он должен жить в любом случае И запомнит на всю жизнь только она Мы с Сашей боролись за жизнь, это была борьба К сожалению, мы эту борьбу все проиграли Юлия Абдулова, любимая женщина великого актера Я устала Очень устала Исповедь после четырех лет молчания Воскресенье, сразу после чистосердечного признания на НТВ